Добрый вечер! А теперь о главном. Вчера премьер-министр уволил губернатора Чуйской области Туевналы Абдраимова, у которого когда-то начинал служить персональным водителем Икрам Джон Ильмиянов, сделавший потом с его подачи головокружительную карьеру. Абдраимов действительно вел себя в последние дни, совершенно не вписываясь в общепринятые рамки приличий, и за это поплатился. Но мы не услышали от правительства официальной причины отставки. Обсуждалось ли поведение губернатора на какой-нибудь коллегии правительства или другом каком правительственном заседании, какие доводы он провел в свою защиту, какие официальные претензии к нему были предъявлены. Но главное, добросовестно ли он выполнял полномочия полномочного представителя правительства в области. Есть ли вообще в правительстве какие-либо стандарты и рамки, за пределы которых государственные деятели и административные лица не должны выходить. Как это регулируется, какие взыскания, кто где и когда получал, или это первый случай отставки такого высокопоставленного человека за недостойное поведение. Все ли другие ответственные чиновники ведут себя пристойно и их не в чем упрекнуть. Нам ничего такого не сообщают, но сам факт увольнения губернатора показывает, что власти прислушиваются к общественному мнению. Но тогда возникают новые вопросы. Насколько общество должно быть возмущено и до какой степени должен быть поднят градус его настроения, чтобы власти, которые держат в руках вопросы принятия окончательных решений, начали эти решения принимать. Ведь, например, достаточно большая часть общества уже давно поднимает вопрос завершения расследования деятельности экс-заместителя председателя таможенной службы Раима Матраимова, но не получает вразумительного ответа на свои ожидания. И если кто-то организует какой-либо хайп в соцсетях за наказание этого человека, и вопрос получит достаточно большой резонанс, будет ли требуемое решение принято. Достаточно ли для этого некоторого резонанса в обществе и определенного числа постов в группах Фейсбука с хэштегами типа «Абдраимов Гетцин», какие показатели должны совпасть в пространстве и времени, чтобы власти вдруг прислушались к общественному мнению, и каково то число членов общества, достижение которого необходимо и достаточно для того, чтобы с их мнением кто-то наверху начал считаться. Вот недавно вдруг поднялась общественная волна против разработки уранового месторождения «Крызылом пол». Буквально за 2-3 недели появилось множество публикаций, как в СМИ, так и в соцсетях. Были даже организованы митинги, и власти на удивление быстро решили вопрос в сторону запрета разработок, хотя многие специалисты говорили совершенно обратное. Что победило – профессионализм или популизм? Или вот поднялась другая волна, названная в народе «Баджа Гейт». Оказалось, что заместитель директора компании «КТ Мобайл» является сыном свояка премьер-министра. Достаточно ли это основания для того, чтобы человека увольнять? Но общественное мнение было неумолимо, и им даже заразилось большое количество депутатов, которые добились увольнения этого молодого человека, и не только его. Хорошо, когда намерения власти совпадают с общественным мнением, но не оказываются ли власти в зависимости от настроений улицы? Или, искусно подстраиваясь под мнение общества, они решают свои давно назревшие вопросы? А не манипулируют ли кто из власти этим общественным мнением, подбрасывая в центр общественных дискуссий те или иные вопросы, которые ему или им надо безболезненно для себя решить? В прошлом популизм был неразрывно связан с оппозиционным движением, с неразумной толпой, выступающей против давно устоявшегося строя. Аристократии знатым слоям населения не было нужды заигрывать с народом. Они были выше этого и лишь в значительной степени зависели от него. Сегодня, как мы понимаем, ситуация кардинальным образом изменилась. Всегда ли такие требования общества на пользу самому обществу? Вот в чем вопрос. Это была программа о главном. Ее вел я, Наран Айеб. Всего вам хорошего и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok